Всем привет на канале Тимой 11 ТВ. Сегодня мы продолжим для вас читать книжку Хоббит. В прошлой серии мы остановились на том, что мы прочитали первую часть главы, которая называется «Из огня до полыни». Сегодня нас ждет вторая часть этой главы. Ну что, поехали! Но Гендальф недаром столько практиковался в колдовстве с помощью огня и света. Даже Хоббит, если помните, всю жизнь не мог собрать чудесные феверки на праздниках Старого Дуга. Что было дальше, мы знаем. Гендальфу было известно о задней двери, как гоблины называли нижние ворота, где Бельба потерял куговицы. Гоблины устроили там ворота давным-давно, сказал Гендальф. Отчасти, как лузейку, если понадобится, бежать, отчасти, как средство, упасть на ту сторону гор. По дочам они делают туда вылазки и набеги, и всячески разводничают. Они строго охраняют эту дверь, и до сих пор никому не удавалось в нее проскочить. Теперь они будут стеречь ее еще строже. Гендальф засмеялся, остальные тоже. Что говорить, убытки их были велики, но зато они прикончили верховного гоблина и множество простых гоблинов в придачу и сами спаслись. Так что пока, можно считать, находились в выходном получении. Но волшебник быстро вернул их к действительности. Мы уже отдохнулись, сказал он, пора двигаться дальше. Ночью сотни гоблинов пустятся за нами в погоню, а смотрите, тени уже удлинились. До сумерек нам надо уйти на несколько миль вперед. Если хорошая погода сохранится, то взойдет луна, и это нам на руку. Гоблины, правда, не очень-то боятся луны, но мы, по крайней мере, увидим, куда идти. Да-да, ответил он на новые спросы хоббита. Ты потерял счет времени, пока блуждал в туннелях. Сегодня четверг. Гоблины поймали нас в понедельник ночью, вернее, во вторник утром. Мы проделали много миль, прошли через самое сердце горе, теперь учтились на другой стороне. Словом, порядочно спрямили, но вышли не туда, куда привела бы нас первоначальная тропа. Мы взяли слишком к северу, впереди нам предстоит малоприятная местность. И пока мы чересчур высоко и так в путь. Я страшно хочу есть, рассказал Бильба, только сейчас, осознавший, что ничего в рот не брался позапрошлого вечера. Какого это для хоббита, только представьте. Теперь, когда воспущение прошло, он ощутил, что пустой животик, обвыз и ноги дрожат. Ничем не мог помочь, ответил Гендальф. Разве что ты вернешься и вежливо просишь гоблинов отдать тебе твою пони и покважу. Нет уж, благодарю покой, там скликнул Бильба. В таком случае затянем потуже кошаки и зашагаем дальше. Лучше остаться без ужина, чем самим превратиться в ужин. По дороге Бильба посмотрел по сторонам, чем бы закусить. Черная смородина только цвела, орехи еще не созрели. Ягоды боярщика не поспели. Бильба пожевал щавеля, зачерпнул воды из горного ручейка, пересекавшего тропинку и даже проглотил три ягодки земляники. Но голода не утолил. Они шли и шли. Неровная каменистая тропка пропала. Исчезли кусты, высокая трава между волнами. Участки дерна, обгладанного кроликами. Исчезли черпец и шелфей. Мятые желтые горные розочки. Пультики очутились на широком, крутом склоне, усеянном камнями, остатками облазня. Когда они начали спускаться, камни и щебень посыпались у них из-под ног. Потом заскакали обломки камней покрупнее, приведя в движение осыпь. Потом стали срываться большие глыбы. Вскоре весь склон выше и ниже их тронулся с места. И они поехали вниз среди пыли, треска и грехота скачивающих камней. Спасли их деревья. Путники докатились до границы сосновой рощи, переходившей внизу в долине в густой темный лес. Они задержались, уцепившись за нижние ветви деревьев. Другие, в том числе и маленький хоббит, спрятались за стволы, чтобы укрыться от грозного наступления валунов. Вскоре опасность миновала, осыпь остановилась лишь далеко внизу среди папоротника и корней деревьев. И еще слышался отдаленный грохот срывавшихся камней. «Так, это нас сильно продвинуло вперед», — заметил Гендарев. «Если гоблины сюда сунутся, обойтись без шума им будет нелегко». «Неужели иронически пробормотал Барамбур, что легко будет сбрасывать нам камни на голову?» «Гномы и бель почувствовали себя неважно, и мы сейчас потирали изодранные и ушибленные места». «Пустяки, сейчас мы обвинем и окажемся в стороне от осыпи. Не надо торопиться, оглянитесь вокруг». Ну вот и все. Мы прочитали вторую часть главы, которая называется «Из огня до полымя». В следующей серии нас ждет третья часть этой главы. Но это мы лучше будем для вас читать в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимови Динхи ТВ. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...